Всем привет! Вы смотрите Эко-Новости на ТВК. Ближайшие несколько минут о событиях в сфере защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. Красноярский край – один из лидеров по чистоте мусорных площадок. У нас в регионе больше половины мест под мусор в опрятном состоянии. Такие данные приводит Народный фронт. Специалисты общественного движения составили рейтинг самых чистых территорий России на основе мониторинга контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. Они также учитывали голоса местных жителей. И вот по итогам исследования наилучшая ситуация в Москве, Алтайском крае и Оренбургской области, худшая в Бурятии, Кирове и Костроме. Там у 22% площадок нет асфальта информации об ответственной организации и графике вывоза отходов. Всего же, по данным экспертов, 43,5 тысяч мест по всей России оборудованы контейнерами. Тем не менее, специалисты-россияне называют ситуацию с чистотой у нас в стране тревожной. Только 46% площадок местные жители назвали удовлетворительными. Общественникам показали подробный план перестройки Красноярского алюминиевого завода. На встрече были и экологи, и активисты. Проект перестройки показывал директор Департамента экологии «Русала». Я напомню, что впервые о глобальной перестройке стало известно во время Красноярского экономического форума. Тогда громкое заявление сделал генеральный директор «Русала». Он рассказал, что компания впервые перестроит 4 завода в Сибири. В Новокузнецке, Красноярске, Братске и Шелихове. Старые цеха уберут, а на их месте появится новый, который построят по технологии РА-550. В компании подчеркнули, объемы производства это не увеличат. Все только ради улучшения экологической ситуации. Мы намерены заниматься всерьез. Причины этого мы тоже всерьез рассказываем. Это экономика и экология, это все вместе. И нам нельзя останавливаться сейчас на месте, если мы хотим сохранить современные рабочие места, их модернизировать и при этом оставаться на мировом рынке, на высоком технологическом уровне. Поэтому такие цели мы перед собой поставили. И этих целей мы пытаемся добиться. Второй вопрос, насколько город это поддерживает, насколько это поддерживает общественность. Вот такие встречи нужны для того, чтобы и наши намерения разъяснить, и с другой стороны еще раз услышать, какие опасения у людей. Ну вот сегодня мы услышали, опасения многие высказывали, но мне показалось, что разговор закончился очень конструктивно. Перестройку оценивают в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Причем эти деньги компания намерена вложить без государственной помощи. Разрабатывать проектную документацию начнут уже в этом году. Завершить перестройку планируют в 2028 году. В России хотят ужесточить требования к охотникам. Поправки к закону разрабатывают сразу несколько ведомств. Министерство природы, здравоохранения, юстиции, МВД и Росгвардия. Там предлагают усложнить процесс получения охотничьего билета. Потому что сейчас получить оружие может, по сути, кто угодно. Единственное требование, которое существует, это быть совершеннолетним, не иметь непогашенной или неснятой судимости, а также ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. Теперь же, чтобы получить охотничий билет кандидатам, нужно будет пройти обучение по основам биологии диких животных, правилам охоты, а также техники безопасности. Кроме того, претенденты должны иметь справку о том, что у них нет медицинских противопоказаний к владению оружием, например, психических заболеваний и болезней глаз. К слову, по данным Министерства природы, с 2014 по 2019 год ежегодно выявляют по 50 тысяч нарушений. А количество несчастных случаев на охоте с 2015 года не опускается ниже 40 в год. Красноярск не попал в зону повышенного уровня загрязнения воздуха. Это данные российской экологической партии «Зеленые» за 12-18 июля. Наш город расположился на 21-й строчке с загрязнением в 7 микрограмм на кубический метр. Всего же в оранжевую зону вошли 8 городов. Самым грязным стал Краснодар, затем идет Канск и следом Москва. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 19 по 22 июля оказались Центральный и Ленинский, а самыми чистыми стали Октябрьские и Советские районы. На этом все. Вы смотрели ЭКО-Новости. На ТВК увидимся.